Сегодня в чайных параферналиях. Японский зеленочайный экспорт, чай выращенный на Тибете, фильм русский чай, камбуча с чайным дном, дахун мису, поэр мису и диньхун мису. Спасибо всем, кто помогает делать чайные параферналии. Поддержать нас материально можно по ссылке в описании ролика. Здравствуйте! Практически ко времени выхода этого выпуска параферналии подоспела японская чайная статистика за 2021 год. Вообще, на самом деле, в последние годы вся японская статистика очень четко укладывается в две простых тенденции. Во-первых, внутри самой Японии потребление чая постоянно падает. Несмотря на то, что там тоже есть очень много граждан, которые озабочены правильным питанием и здоровым образом жизни вообще и потребляют чай, ну все больше и больше потребляют чай, исходя именно из этих соображений, перешибить массовое снижение спроса на этот напиток как на напиток повседневный, это такая здоровая тенденция не в состоянии. Во-вторых, вот уже на протяжении нескольких лет последовательно растет экспорт чая из Японии. Если ситуация и дальше будет развиваться таким хитрым способом, то чай имеет возможность перейти в Японии, ну в раздел таких экспортных товаров, а чайная культура в разделе экспортных культур, примерно как хайку или икибана, у которых поклонников за пределами Японии гораздо больше, чем в самой Японии. Что же касается конкретных цифр, то в 2021 году экспорт зеленого чая из Японии, ну то есть фактически экспорт чая из Японии вообще, достиг 6178 тонн. Это на 17 процентов больше, чем в 2020 году, ну а если считать не в тоннах, а в деньгах, то на 26 процентов больше, чем в 2020 году. Всего Япония наторговала на внешних рынках зеленым чаем на 177 миллионов долларов, и если поделить миллионы долларов на килограммы проданного чая, то получится, что в среднем по Японии японский зеленый чай уходил за пределы страны примерно по 30 долларов за килограмм. Основным импортером японского зеленого чая являются Соединенные Штаты Америки. Они покупают примерно половину всего японского чая, который продается на внешнем рынке. Второе и третье место занимают Германия и Тайвань. Германия и Тайвань, ну они там, каждая страна меньше десяти процентов от японского зеленого чайного импорта выкупают. Что же касается штатов, то там в двадцатом году был небольшой провал в импорте японского зеленого чая, но сейчас все выровнялось, и вот за последний год импорт зеленого чая из Японии в Соединенные Штаты вырос на 22 процента. Ну и последняя и в общем-то абсолютно понятная для нас цифра 65 процентов всего японского чайного импорта это мачо, что в общем неудивительно. Этот порошок давно уже стал фактическим лицом японского чая, ну таким зеленым и рассыпчатым. Когда речь заходит о тибетском чае, то люди более или менее знакомые с чайной историей и чайной культурой вспоминают следующие такие чайные и тибетские феномены. Ну, во-первых, они естественно вспоминают потребительскую тибетскую чайную культуру, которая основана на потреблении чая с ячьим молоком и прочими питательными ништяками. Ну и там хитрый способ приготовления у нее тоже, не раз его уже касались и как-нибудь, возможно, сделаем даже отдельный материал про тибетские чайные. Во-вторых, вспоминают тот чай, который шел по караванному пути из традиционных китайских чайных регионов в Тибет в обмен на лошадей, ну ту самую чайную древнюю конную дорогу. В-третьих, вспоминают, ну собственно, чай, который этими караванами на Тибет возился и который изготавливался в тех самых традиционных чайных регионах Китая, ну скажем так, под тибетский вкус и под тибетский способ приготовления и употребления чая. И только самые-самые продвинутые товарищи, когда речь заходит о тибетском чае, вспоминают о чае, который выращен и произведен на Тибете. В этом нет ничего удивительного, этого чая совсем-совсем мало, но он есть. Начать рассказ о чае, который выращивается и производится на Тибете, нужно, конечно, с лингвистической оговорки. Дело в том, что практически все географические названия, которые есть на Тибете, называются одновременно и по-тибетски и по-китайски. Ну то есть названия на двух языках используются равноправно. Ну и когда речь доходит до передачи этих названий латинскими или русскими буквами, то в дело идет либо система Вейли, если мы говорим о тибетском языке, либо Пенин латинизация, ну либо транслитерация по системе Палладия, если речь идет о передаче китайских названий на русском языке. Ну и в результате вот такого вот лингвистического расколбаса может возникнуть, да что там может, постоянно возникает ситуация, когда один и тот же населенный пункт может называться совершенно непохожими словами. Например, Ньинчи и Линджи. Ну на самом деле это немножко усложняет изучение тибетской чайной географии, но так не сильно, разобраться можно. Так вот, Ньинчи или Линджи это городской округ на юго-востоке тибетского автономного района Китая. В этом городском округе есть уезд Бомо или Боми, в котором работают, наверное, самые известные тибетские чайные проекты и в первую очередь проект Игун, который вот совсем недавно начал продавать чай за пределами не только Тибета, но и Китая. Если погуглить, игунский чай уже можно найти в западных интернет-магазинах, но все-таки основным рынком для этого проекта Игун по-прежнему остается сам Тибет. Эксперименты с чаем в тех краях, где сейчас работает проект Игун, начались в 1956 году. Причем, скорее всего, эти эксперименты не были первыми чайными тибетскими опытами. Кое-где в китайских источниках мы находили разрозненную и совершенно непроверяемую информацию о том, что первые опыты с чаем ставились в Тибете в 30-х годах. Да наверняка ставились, потому что ну там и Юнань близко, и Сычуань близко. Почему бы и с чаем не поиграться? Так или иначе, но ни опыта 30-х годов, ни опыта 1956 года к бурному развитию тибетской чайной индустрии не привели, однако позволили накопить кое-какие данные, разработать методы работы с чайными кустами в тех краях. И уже в 1960-х годах, в 1960 году, вот в рамках этого проекта Игун появились систематически такие посадки чая, причем они появились не столько сами по себе, сколько как часть более крупного сельскохозяйственного проекта, основной рабочей силой которого, что любопытно, стали демобилизованные бойцы Народно-освободительной армии Китая. Ну то есть они там стояли, у них срок службы заканчивался и их отправляли на сельское хозяйство. К 1970 году и в Игуне, и в разных других регионах Тибета появились многочисленные, хоть и небольшие, чайные плантации. В 1971 году региональные власти приняли решение о систематической поддержке развития чайной индустрии региона. Ну и несмотря на то, что тибетский чайный проект, он так расползся по всему тибетскому автономному округу, Игун и по настоящее время является ну таким флагманским тибетским чайным проектом, при этом продолжает оставаться проектом относительно небольшим. Ежегодно в рамках этого проекта производится примерно 100 тонн чая, черного, зеленого и темного. Ну и повторимся, этот чай продается в основном на самом Тибете, хотя крохи его за пределы и регионы и страны уходят. В этом же округе Баво работают и другие более или менее известные тибетские чайные проекты, не такие старые, ну относительно старые, как проект Игун, но тем не менее заметные. Например, за 2015 года в тех краях работает проект Джан Джи Син, о котором есть очень хороший и полный материал на Титерри, там снизу есть ссылочка, и который в первую очередь специализируется на белом чае, в том числе на белом чае, прессованном, делает такие симпатичные блинчики. В 2019 году в Баво нагрянул чайный предприниматель из Юнани, который запустил проект, в рамках которого он планирует перевести на Тибет порядка 150 тысяч взрослых чайных деревьев из Сышуаньбанна. Что из этого получится, будет любопытно посмотреть, ну потому что, как это, масштабно и красиво. Что же касается других уездов, вот этого городского округа Нингчи, то за время чайных экспериментов, ну опять же, если верить китайской прессе, там было выясено порядка 100 тонн семян камелии китайской, причем высевались они на высотах от полутора до трех тысяч семисот метров над уровнем моря. Понятно, что на самых экстремальных высотах эти чайные семена скорее просто закапывались, чем высевались, однако, ну прецеденты и эксперименты все равно интересны. Надо сказать, что в этом округе Нингчи, ну имеет место быть такая климатическая аномалия, которая позволяет выращивать чай на достаточно экстремальных высотах. Понятно, что, ну, в мире такая аномалия не одна, но тем не менее. Мало того, у самих тибетцев есть такой чайный высокогорный азарт, сообщая о каких-то своих чайных достижениях, они очень любят рапортовать о том, что там высота 2300 метров достигнута, или там высота еще сколько-нибудь метров достигнута, ну там высоту можно подставить любую. Помимо уезда Баво, чайные проекты существуют в уездах Дзаю, Медок, ну там только не Кэ, как во Франции, Агэ на конце и Мэнлинка. Все эти проекты достаточно молоды и все работают примерно по одной и той же схеме. Они пытаются экспериментировать с более или менее актуальными чаями, активно ищут выходы на внешний рынок, ну и, естественно, очень активно пытаются торговать всякими разными оздоровительными свойствами чая. Вообще, если присмотреться ко всем, практически ко всем тибетским чайным проектам, то очень быстро бросается в глаза тот факт, что они, ну не то что совсем не работают с темными чаями хейча, ну скажем так, работают не очень активно. В принципе, с коммерческой точки зрения это совершенно оправдано, потому что составить конкуренцию дешевым, привычным и многократно наработанным хейча из Юнани или Сычуани, ну как бы молодые тибетские чайные проекты не могут, поэтому они пытаются уходить в какие-то более актуальные, более модные решения. Но тут есть еще одна любопытная подоплека, помимо подоплеки чисто коммерческой. Дело в том, что вот эта вот работа, ну скажем, с зелеными чаями, которые делаются из молоденьких листочков, она очень хорошо укладывается в концепцию снижения потребления фторидов, очень актуальную для Тибета, ну как бы просто потому, что там всякие вот эти горные климатические факторы приводят к тому, что у очень многих людей развивается флюороз, ну в силу избытка вот этих самых фторидов в организме. Это связано и с водой, и с рационом, и со всякими прочими вещами. Так вот, традиционные дешевые хейча, которые привозят из Юнани и из Сычуани, они, как известно, делаются из взрослых, ну таких зрелых чайных листьев, а в таких чайных листьев содержание фторидов традиционно выше, чем в молоденьких листочках. И в этом смысле замена, ну таких грубых, дешевых и фторидных хейча на молоденькие и свеженькие зеленые чаи, изготовленные из нежных листочков, в которых фторидов меньше, оно оправдано. Дело в том, что среднестатистически взрослый тибетис, это не среднедушевое потребление, а потребление только среди взрослых людей, выпивает в год примерно 10 килограммов чая. Если это переводить, ну как бы в ежедневный рацион, то это примерно 30 грамм сухой заварки, это достаточно много. И в этом смысле, ну скажем так, дефтеритизация тибетского чайного рациона, ну штука вполне рациональная. Ну здесь тоже есть, правда, такой лукавый момент. Дело в том, что когда тибетцам предлагают заменить дешевую фторидную хейча на хороший, здоровый зеленый чай, им не только предлагают заменить старые листья на молодые, и им еще предлагают заменить дешевый чай на чай, который стоит, ну предположим, в 10 раз дороже. Понятно, что в этом случае потребляться по 10 килограмм в год такой чай не будет, но это никого не волнует, если стратегическое направление указано, тактические детали уже не важны. В 1978 году объединение Дон Телефильм, ну, наверное, творческое объединение, сняло короткометражку, которая называется «Русский чай». И если вы, конечно, ее еще не видели, то ее непременно нужно посмотреть. Рассказывает она, естественно, о Краснодарском чае, и там есть, ну вот, вообще все, что душе угодно. Там есть интервью с внучкой Кошмана, там молодой Штейн, но уже герой социалистического труда, ходит по чайным плантациям. Работают шикарные оросительные системы, бескрайние догомысские плантации присутствуют, дети трогательно едят, ну, такие карапузные дети, батон, самовары стоят рядами, туристы ходят обалдевшие, всякая разная чайная механизация работает. Ну вот, короче говоря, все, что нужно в рассказе о современном чайном проекте, там есть, несмотря на то, что фильм «Повторимся» снят в 1978 году. Там даже есть, знаете, вот эта деревянная посуда с такой характерной росписью и с деревянными ложками, которые в чае не тонут. Это такое было шокирующее зрелище. На самом деле, если в этом фильме, ну, немножко динамизировать повествование и заменить занудный закадровый голос на какой-нибудь голос более такой бодрый, то получится готовый ролик, рекламный ролик о краснодарском чае, тем более, что очень многие элементы краснодарского чайного проекта с тех пор сохранились практически неизменными. Ссылка снизу под роликом, посмотрите, получите удовольствие. Китайские ученые изучили свойства камбучи, полученные в результате воздействия чайного гриба не просто на смесь чайного настоя с сахаром, а на смесь чайного настоя с сахаром, в котором сохранились чайные листья. Ну, обычно, когда делают камбучу, отчинок, какого бы размера они ни были, все-таки стараются избавляться, а китайцы, ну, решили сделать все наоборот. Ну, превратили бак в фичу, если использовать известную терминологию. Они взяли, ну, несколько колбочек и заварили в каждой из этих колбочек черный и зеленый чай. Ну, одинаково заварили, причем заварили сразу водой с сахаром, чтобы не мучиться. А потом из половины образцов черного и половины образцов зеленого чая чайные листья изъяли, разваренные, а в половине образцов оставили. Ну, и посадили в эти образцы юный, нецелованный чайный гриб, закрыли колбочки марлечкой и стали смотреть, что там происходит с камбучой через 3, 6, 9, 12 и, кажется, 15 дней. Ну, в общем, они все это дело изучали, изучали и пришли к выводу, что если чайные листья оставлять, ну, вот, на дне вот этой колбы с чайным грибом, то содержание полифенолов в камбуче, ну, настойной на таком чайном дне, будет очень сильно выше, чем в камбуче без чайных листьев. Очень сильно это примерно, там, в 2-2,5 раза в среднем по эксперименту. Любопытный эксперимент, на самом деле, особенно с учетом того, что полифенолы чая при заваривании этого самого чая в настой, в общем-то, выходят из чайных листьев не очень динамично. И не исключено, что тот факт, что таких полифенолов в камбуче, настоянной на чайном дне, оказалось больше, чем в камбуче, которое приготовлено на основе обычного чая, объясняется не каким-то специфическим взаимодействием чайного гриба с чайными листьями, а просто тем, что эти чайные листья дольше настаивались, ну, в какой-то жидкости, в данном случае, ну, в будущий камбуча. Но трехлитровая банка с чайным грибом, на дне которой болтыхаются разваренные листья какого-нибудь легкого улуна, или там инжень какой-нибудь, это должно быть красиво. При оказии попробуем. Некоторое время назад, в очередной раз наткнувшись на очередной рецепт мача-мису, ну, то есть десерта тирамису, который приготовлен не с использованием, там, кофе или каких-нибудь кофейных ликеров, а с использованием порошкового зеленого чая, мы решили сделать подборку всяких разных тирамису с чайной начинкой. Ну, и довольно быстро нашли, там, тирамису на эрл-грее, тирамису на индийском чае со специями, тирамису на гонконгском молочном чае, на обычном черном чае, на обычном зеленом чае, на зеленом, в смысле, на черном чае с молоком в английском стиле. Ну, короче говоря, рецептов этих куча. Сама подборка нам немедля после этого показалась достаточно скучной, ну, что там, просто перечисление. Но в голову пришла любопытная мысль, которая состояла в том, чтобы приготовить тирамису по одинаковому рецепту и пропитать там бисквитик разными видами чая. Ну, просто чтобы посмотреть, будет ли эта разница заметна в готовом десерте, ну, и насколько все это будет вкусно вообще. Угрожая лишением родительского благословения, мы подрядили на эти сложные чайные эксперименты старшую дочь, которая лишение родительского благословения убоялась и сетую на нелегкую девичью судьбу. Сначала испекла тонкий бисквит, ну, такой пористый, который все хорошо впитывает. Потом приготовила крем, ну, естественно, там на основе маскарпоне, желтков, сливок, сахара, ну, там еще немножко было хересного бренди. И вот эти самые чайные сиропы, которые были приготовлены из уже перечисленных крепкозаваренных чаев, из Дахон Паудинь, Хуна и Шу Пуэр, ну, с сахаром, естественно. При этом, ну, мы как-то в этом рецепте старались использовать заметно меньше сахара, чем в стандартных рецептах тирамису, ну, примерно раза в три меньше, предполагая, что, в общем, если сахара будет совсем много, то от чайного вкуса там ничего не останется. Не прогадали. В тех тирамису, которые были приготовлены вот по этим рецептам, да, ну, понятно, что после испещения бисквитов и приготовления крема в креманку бисквит надо выкладывать слоями, ну, заливая его разными сиропчиками и промазывая кремом, пока все это доверху не заполнится, и потом сверху еще бисквитной крошкой посыпать, ну, чтобы красиво было. Так вот, когда мы все это дело попробовали, мы пришли к очень простым выводам. Во-первых, чай в тирамису чувствуется. Во-вторых, разные чаи чувствуются по-разному, ну, то есть пуэрный тирамису отличается от тирамису на Духон Паудинь. Тирамису на Дзяньху не показался нам наименее интересным, он такой совсем невзрачный. Тирамису на шу-пуэре нормальный, вкусный, шу-пуэр там отлично считывается, но даже того сокращенного количества сахара, которое мы использовали для шу-пуэрного тирамису, оказалось многовато. Все-таки шу-пуэр с сахаром живет, ну, так, настерновато. А вот Дахун Пау в тирамису вписывается просто отлично. Вот этот вот Дахун Пау-вый сироп, он передал десерту очень приятную такую ореховую ноту, которая в традиционный вкус тирамису вписалась просто замечательно. Получилось вкусно, можно повторять. Это были чайные параферналии. Новостной и немного развлекательный, но и немного хриплый проект сайта ttips.ru. Если вам несложно, в текстовой версии этого выпуска, ссылка на которую есть снизу под роликом, отметьте, пожалуйста, галочками те новости, которые вам понравились больше всего. Нам это здорово поможет. Еще больше нам поможет ваша материальная поддержка, которую можно оказать по другой ссылке, тоже снизу и тоже в описании ролика. В нашей традиционной рубрике «Чай плюс» мы на прошлой неделе описали наши эксперименты с чаем, черным чаем и сахарной ватой. Мы о них рассказывали в параферналиях, а теперь сделали это отдельным материалом. Ну, а больше пока ничего не написали, когда хриплый, писать очень сложно. Ну, а так все для вас. Спасибо за внимание. Хороших чаепитий. Удачи! Хороших чаепитий. Продолжение следует...